Доброе утро! 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 Такого, собственно, скандального и не вижу. Другое дело, что когда выступали в защиту Разумкова, депутаты от Батьковщины говорят о том, что это смерть парламентаризма, надо было говорить о том, что все равно мы будем голосовать за его отставку, потому что протащил закон о земле, легализовал игорный бизнес, принимал антисоциальные законопроекты, в том числе и с нарушениями регламента, не давал хода нашим законопроектам. То есть это политическая оценка деятельности спикера со стороны оппозиционной политической силы, и тут все нормально, тут все естественно. То есть политически, как говорится, к такой позиции Батьковщины придраться было бы невозможно. Но там сочли, что тут есть какая-то договоренность, хотя и без Батьковщины набиралось на результативное голосование. Две депутатские группы, ориентированные на Веревского, на Палицу Коломойского, с лихвой, я имею ввиду Давиру и Замайбутни, с лихвой перекрыли необходимое количество голосов для результативного голосования. Было еще сигнальное, там где мы видели 240, но оно совершенно четко показывало, что судьба Разумкова предрешена. То есть то, что он уйдет в отставку. Другое дело, что он дальше с этим будет делать. Самое интересное, что фактически мы видим старт, попытку, во всяком случае, на лбу у Дмитрия Александровича совершенно четко читаются президентские амбиции. Правда, ему предстоит очень непростое время. Во-первых, его, наверное, попытаются лишить мандата. Все-таки, вы думаете, это будет... Да, я считаю, это ошибка, ибо оно принципиально ничего не меняет, а Ганим их у нас любят. Тем более властью, у которой назревают, скажем так, серьезные проблемы. А тем самым это будет просто очередной, скажем так, очередная мизансена, которая сработает не в пользу власти, а скорее в пользу Дмитрия Александровича. Ну, только в том случае, если у него будет выход на телевизионные каналы, будут какие-то ресурсы для того, чтобы запускать свой политический проект. Посмотрите на каналах самого богатого человека Украины. Ну, я смотрю нарезку из его выступлений. Ну, комплементарно, комплементарно. Совершенно очевидно, что такую поддержку, возможно, неогласную, он получит. Ну, поскольку даже самый богатый человек Украины может тоже нарваться на неприятности. Вот, посмотрите, последнее решение главы Укрзалезницы, минус 16 миллиардов за два года у Ахметова. Хотя там говорили, что Камышин человек Ахметова, но тем не менее, прямые закупки электроэнергии у энергоатома, минуя структуры Ахметова, и плюс повышение тарифов на грузоперевозки, которые три года блокировались структурами Рената Леонидовича. Ну, как говорится, 16 миллиардов, то, что дополнительно поможет Укрзалезницы. Хотя в августе меня уверяли, что это с потрохами Ахметовский человек, но тем не менее, вот такое контроверсийное решение. Ну, понятно, что проще кнопочки от вакуумных туалетов обсуждать, но его почему-то никто не заметил. В чем суть, что придется теперь сделать Ахметову? Ну, это очевидно то, что у него будет как определенная обида. Вот наверняка это то решение, это решение мало кто заметил. А что это за решение? Решение Укрзалезницы теперь будет покупать электроэнергию на прямую у энергоатома. За два года, да, экономия 10 миллиардов, повышение тарифов на грузоперевозки Укрзалезницы, которая долго блокировалась, а это железная руда, металлопрокат. А вы правы, это мало кто заметил. Да, а ведь это деньги, колоссальные деньги. Но я к чему? К тому, что у власти всегда, какой бы я слабый ни считали, у нее всегда достаточно аргументов, чтобы даже очень богатых, сильных мира сего убедить в своей позиции, следовать тем или иным путем. Это касается и Разумкова. То есть наверняка, возвращаясь к нему, у него сейчас, я думаю, будет стоять задача оформить как-то хотя бы депутатскую группу. Ибо, ну, если ты... Если он останется депутатом. Да. Это же важный нюанс. Вы же сказали, что есть угроза. Да, есть угроза, но попытаться оформить такую группу, но чтобы в любом случае, у него должны быть сторонники в Раде. Если у тебя есть такие амбиции, ты всем видом даешь понять, что я вернусь. Он не повторял Ющенко, но из этого совершенно следует, что он не прощается. И, как это очень часто бывает, самые сильные и злейшие оппоненты вырастают из бывших соратников. Поэтому, как бы, два варианта. Либо он станет точкой сборки оппозиции Зеленскому. И, как бы, пока он выглядит привлекательно. То есть он говорит абсолютно правильные вещи. О какой оппозиции вы сейчас говорите, это очень важно. Оппозиции. Это очень много в Украине. И она разная. Правда? Количество недовольных Зеленским критически растет. То есть электорат, который голосовал за Зеленского, может тот, кто теперь критически относится, переходить к Расункову? Об этом речь. Или о ком вы говорите? Нет, пока о, скажем так, политических акторах. То есть те, кто прекрасно понимают, что, как говорится, им на авансену выходить не стоит, но им нужна фигура, вокруг которой может произойти вот такая консолидация. И как раз Расунков в такой ипостаси законника, правильного человека, ну, пока он один из немногих, у кого позитивный баланс доверия-недоверия. Но его персональный президентский рейтинг на сегодняшний момент всего-то 2 с хвостиком процента. Посмотрим, что будет дальше. Поскольку пока перспектива президентских выборов абсолютно не обозначилась, то говорить об этом рано, но ему надо показать свою политическую эффективность. Уже без Зеленского. Ну, как минимум, я говорю, собрать вот эту группу, поскольку, да, он рассказывает, что 50 человек подошло ко мне, извинялись, прятали глаза, но я вспоминаю тот же Наталуха, депутат от «Слуги народа», который на съезде в Трусковце открыто выступил, но голосовать-то он не пришел, ушел в сторону. То есть, поэтому одно дело подходить где-то в куларах, как говорится, извиняться, но ты пойми, а другое дело, как говорится, пойти поплыть против ветра. Андрей, но ведь это не только сейчас история о Разумкове, это еще, наверное, история и о президенте, и о его команде, и о его видениях, и о его стратегиях, и тактических каких-то шагах. Как вот вы это оцениваете? Я думаю, что как раз вот такой относительно спокойный и благополучный период для Зеленского закончился. То есть, когда, ну, количество проблем, оно не переходило еще в качество. А вот сейчас эта зима может оказаться переломной в этом плане. И есть лист того, что как раз начнется сначала закулисное, но оно все будет проявляться все более ясно и ясно, объединение, скажем так, оппонентов действующего президента. Ну, тем более, что мы видим, допустим, по целому ряду компаний, вот информационных компаний, как Pandora Papers, когда объединяются, как говорится, в одну дуду тех, кто, как говорится, злейшие идеологические оппоненты. От Петра Алексеевича до нашего всем известного испанского блогера, который пребывает в Испании, по сути, одними тезисами об одном и том же. То есть, очень типичная для политики картина, когда объединяются не за, а против. И вот этот момент, ну, учитывая грядущие проблемы, то есть детонатором может стать, безусловно, отопительный сезон, поскольку там мы уже видели меморандум с Конгрессом региональных общин, ну, по сути, пообещали деньги. А, ну, они недовольны, кстати. Но, объяснено, тяценко. Да. Может случиться так, что пообещали, ну, как говорится, ну, обещать не значит жениться. И что этих денег не увидят. А, допустим, если брать пример Кривого Рога, ну, город с бюджетными возможностями, довольно, это, ну, как говорится, не захаустное ТГ, но, тем не менее, если там заходит речь о компенсации тарифов, то практически весь фонд развития, там, по-моему, 600 у них миллионов, из них 400 уйдет, то есть город останется без фонда развития. То есть, понятно, что какая фронта, какая позиция Киеву и какие контры могут возникнуть вот на этом поле. Я думаю, что следом за Разумковым, потому что уже процесс начался, я говорил о, скажем так, проблемной ситуации с региональными элитами, еще, по-моему, в сентябре. И теперь, собственно, на очереди мэры. Мэры? Да. Ну, первый пошел, собственно, запорожский мэр, у которого внезапно ухудшилось здоровье, который подал отставку. На очереди, очевидно, Труханов. То есть, подстражу не взяли, но, как говорится, 30-миллионный залог довольно весомый. То, что ему вчера же предъявили подозрение. То есть, кто будет следующим, ну, гадать не берусь, но, судя по всему, банковая попытается здесь сработать на упреждение. Пока с помощью кнута. Это что, консолидация власти или это переосмысление своей команды? Что это как бы в этом называется? Нет, это попытка зацементировать ситуацию. То есть, не допустить того, чтобы, скажем так, оформилась сколь-нибудь серьезная оппозиция власти. С одной стороны, да, там, могли, там, сбили Разумкова. Это понятно. Ибо, собственно, Дмитрий Александрович с мая месяца очень многие вещи декларировал, как, по сути, как оппозиционер. Ну и вторая, как говорится, болевая точка – это, безусловно, региональная элита. Андрей, вот вы же опытный человек в украинской политике, да? Да и не только в украинской. А вот, если одновременно, ну, со всеми начинать войну, то была когда-нибудь такая ситуация, что тот, кто начал со всеми игру, войну, вот со всеми игроками. Это проигрышная ситуация. Вот всегда проигрышная? Или все-таки бывают исключения? Ну, исключения всегда бывают, но в абсолютном большинстве. Как правило, это проигрышная ситуация. Как правило, если ты начинаешь воевать, ну, не устраиваешь войну всех против всех и находишься где-то на высоком холме и выступаешь модератором этих конфликтов. А если ты являешься стороной конфликта, а с тобой воюют все, рано или поздно, ну, это заканчивается плохо. Дай Бог, чтобы не для страны. То есть вы все-таки ожидаете какой-то такой, вот горячая осень, она так перейдет в горячую зиму. Вот это сейчас самая горячая точка осени? Или еще будет припекать? Я думаю, что все-таки все впереди. Я думаю, впереди месяц-два мы увидим перспективу досрочных президентских выборов. Ого! Пока точку ставить рано. Ну, вот Панама Пейперс, точнее, Пандора Пейперс, это следует рассматривать как, ну, не просто черную метку Зеленскому, ибо там претензии А. со стороны коллективного запада не снял Ермака, не провел те изменения в судебной системе, которые передали бы его под контроль коллективного запада. Три. Действия по наблюдательным советам, изгнание, собственно, протеже Соросят и, собственно, протеже запада из наблюдательных советов. Это тоже стало раздражающим фактором. Ну, можно перечислять и перечислять, но не это главное. Главное, я думаю, все-таки однозначно дает понять, что идею второго срока Зеленского не приемлет. И можно сколько угодно рассказывать про 800 журналистов, которые работали над этими бумагами. Ну, все прекрасно понимают, что такой массив информации и, собственно, мог появиться только с подачи спецслужб. МИ-6, СРУ, не суть важно, но журналисты, они выступили уже в качестве инструментов, в качестве передачи широкого звена. Тем более, вот ключевой, я все-таки считаю, это вопрос второго срока. То есть, категорически против там полутора, двух сроков Зеленского. И, собственно, ничего другого, как попытаться все-таки опередить события и поставить перед фактом, ну, у Зеленского не остается. Потому что... Именно поэтому вы говорите, что ближайшие месяц-два мы увидим перспективу досрочных трезинских муновей. потому что дальше, дальше уже, я думаю, что весной уже говорить там о попытке сделать там полтора срока пребывания на посту президента, об этом уже будет поздно и надо будет думать о том, что будем делать собственно в 2024-м. В 2024-м. ибо, ну, собственно, традиционная для украинской политики то вот, как бы, трансфер, когда преемник дает определенные гарантии по пиратнику. А у Зеленского очень непростая в этом плане ситуация. Считаете ли вы, что Зеленский дал какие-то гарантии Петру Порошенко? Ну, скорее, не он дал гарантии, а эти гарантии были, собственно, прозвучали от Запада. И, скорее, Запад не дает, собственно, дать ход вот эти, ну, собственно, уголовные дела по Медведчуку, которые ставят перед очень непростой дилеммой, моральной дилеммой. Слить Порошенко. Ну, потому что формально Медведчук же не был никто. То есть, он не занимал никакую официальную должность, но вот эти схемы с углем, понятно, кто мог давать команде НБУ, кто мог давать команде СБУ, только Порошенко. И сдать вот эту связку, в том, что, собственно, Порошенко был ключевым звеном в этой схеме, ну, да, возможно, собственно, избежать участи попасть в Лукьяновское СИЗУ, но, собственно, с моральной точки зрения это будет выглядеть не лучшим образом. То есть, это поставит под сомнение Ринаме, там, человек, который держит слово и, собственно, который является надежным партнером. С другой стороны, если он этого не делает, то есть, он рискует оказаться, на следующем этапе он может оказаться в Лукьяновском СИЗУ, что вполне реально, ну, достаточно посмотреть последнее интервью ряда фигур из его окружения, например, что там... Из окружения Медведчика? Да. Там фракция расковата, собственно, каких-то надежд на помощь извне нет, и, как бы, настроение пессимистическое. Еще одна тема, которая очень интересна и важна, это вот вчера в Москву прилетела Виктория Нуланд. Она сейчас же занимается, она заместитель госсекретаря, это важная позиция, более широкая, чем у нее была до этого. Три дня пробудет Виктория Нуланд в Москве, и время это все-таки немалое, да? Я обратила внимание уровень встреч, и он меня несколько удивил, потому что даже Лавров не встречается с Викторией Нуланд, а встречаются заместители, вот заместитель министра, заместитель, директор департамента в администрации президента и так далее. Это вот мне почему-то показалось важным. И тут, конечно, вот, собственно говоря, то ли совпало, то ли не знаю, мне интересно, что вы думаете по этому поводу, вдруг выходит странная для Медведева статья. Она действительно не соответствует его образу такого рафинированного либерала, который он держит, да? И вчера я говорила с Евгением Гондмахером, известным российским экономистом, он сказал, говорит, ну вы же понимаете, что никогда бы Дмитрий Медведев не озвучил что-то свое в отношении Украины, поэтому он считает, что то, что сказал Медведев, Медведев просто передал от Путина послание. Лично не говорят. Да, да. Поэтому вот мне очень интересно, как вы это прокомментируете? Ну, да, действительно, ну, это как-то не вяжется с образом питерского рафинированного интеллигента, тем более, ряд таких идиоматических выражений, плюс грамматические ошибки в тексте. грамматические? Ну, там, козьи, ну, очевидно, посчитали, чем больше точек над «и» расставить, тем будет больше похоже на украинский язык. Ну, там есть эти моменты. То есть, не стоит, там, как говорится, разбирать по содержанию, прочитал, ничего нового. Знаете, вот я не люблю, ну, я тоже могу много чего рассказать про Российскую Федерацию. Но... Так, вы нас заинтриговали, это нужно обошлое интервью. Я этого избегаю, ну, поскольку, ну, каждый должен в своем доме. То, что для наших, то, что украинские политики всегда думали о собственном кармане, и для них не было никаких принципов, убеждений, я об этом давно говорил. Ну, просто, когда об этом говорят со стороны, ну, скажи прямо, что дел с Зеленским мы иметь не будем. Так он так и сказал. Вот. Ну, так... Будем ждать. А чего огорода городить? Ну, вот даже суть не... Очевидно, поручили кому-то из обслуживающих, ну, или бегающих вокруг тела политологов. Ну, вот он и написал. Сказали, сделай жесткач. Он и сделал жесткач. Это жесткач называется? Да. Да. Вот, собственно, ну, это такой элемент торга, на мой взгляд. Собственно, что хотят сказать? Да не нужна нам эта Украина. Будем ждать, пока там появятся договороспособные. Там, ну, возможно, госпожа НООН ехала с предложением, там, хотите Кемску волость? Да не нужна нам эта Кемска волость. А-а-а, интересно. А можно в этом поподробнее? Это очень интересно. Она приехала зондировать почву, в том числе и по Донбассу. Ведь не будем забывать о том, что именно она была, собственно, и в 15-м, и в 16-м году пыталась все-таки разморозить Минск, так или иначе. Сейчас, очевидно, произойдет новая попытка, но в успешность, в которой я не верю. Поезд ушел. Собственно, Донбасс могут вернуть Украине договоренности России и Соединенных Штатов. Теоретически, скорее, практически он от нас уже ушел. То есть, Украина сама по себе Донбасс, увы, не вернет. То есть, всему, если можно, в 15-м, в 16-м году можно было говорить о выполнении Минских соглашений, какие бы они плохие ни были, но ведь что было сделано? Реально, собственно, и сама власть занималась дискредитацией тех самых Минских соглашений, которые, собственно, и подписала. Вот, Андрей, я бы тут хотела немножко расширить горизонты, да, потому что ведь Нулан приехала на три дня, и не только речь будет идти об Украине, и, может быть, даже не столько об Украине, как о каких-то стратегических отношениях. Безусловно. И в этом смысле, вот, давайте, если позволите, немножко расширим, о чем может идти речь, и что можно получить в итоге? Может быть, Украина будет как-то вписана вот в эти стратегические Ну, учитывая профиль Нуланд, я думаю, не, отнюдь не Китай, отнюдь не Сирия, или там, прежде всего, Украина. Но, не будем забывать, что до Нуланд летом, точно так же, продолжительно, в Москве гостил рукопожатный в Кремле Керри. Конечно, да. Который, ну, собственно, пользуется доверием Байдена, и который стоит за, скажем так, более прагматические и более, скажем так, мягкие отношения между Вашингтоном и Москвой. И, хотя там, ну, как бы официально звучало, что там по экологической проблематике, ну, все мы же прекрасно понимаем, после этой экологической проблематики таки состоялось рандеву в Женеве. Ну, и, собственно, я думаю, результатом активности Керри стало то, что Нуланд, которая до того была невъездной, она была невъездной в Россию. Для этого специально с нее сняли ограничения? В обмен на то, что были сняты санкции с одного российского гражданина. То есть, поэтому, ну, к этому относиться достаточно серьезно. Будет ли это плодотворным, тут, собственно, трудно сказать сейчас. Но то, что процесс зашел уже достаточно далеко, это совершенно очевидно. Но вот тут же интересный момент. Украинская сторона настаивает на том, чтобы встреча в нормандском формате произошла как можно быстрее до отставки Меркель. А зачем? Может быть, что-то в офисе знают? Я вот не знаю. Возможно, если мы увидим, что то, что усилится давление на руководство Украины в плане, допустим, по Минску, по нормализации ситуации на Донбассе, это будет говорить о том, что да, такие, о чем-то договорились. Но, к сожалению, вот та формула, что ни слова об Украине без Украины, она уже угоняться не будет. То есть, решать будут за нас. И дай Бог, чтобы мы оказались за столом, это уже, как говорится, мечтание, можем оказаться либо на столе, либо под столом всех этих маневров. к сожалению, в силу нашей суперсубъектности, решать будут за нас. Андрей, и последний вопрос. Вот эта статья, которая от имени Медведева или Медведева была написана, она направлена на западных партнеров? Да. Она важна для той же самой Нуланд? Это ей о чем-то говорит перед встречами? То есть, как выглядит, как вводная тогда перед встречами? Да, да. Российская сторона пытается показать, что она находится, у нее есть выбор, она имеет возможность, у нее нет какой-то абсолютной заинтересованности в Украине. То есть, попытка накануне переговоров показать себя в сильной позиции. Хотя, да, всегда в политике выдается желаемое за действительное, но тем не менее, основание для оптимизма у российского руководства есть. Плюс свистопляска с ценами, вот это ценовое ралли на газ, ну, это плюс 50 миллиардов долларов в бюджете Российской Федерации. Ну, возможно, для... Немного, немало, на секундочку. Да, для Вашингтона, возможно, это мизер, для России это очень много. Поэтому, ну, в Кремле себя чувствуют достаточно уверенно, и вот идет такая игра добрый, злой полицейский. И, все-таки, еще один вопрос, какая интересная сложилась ситуация, ведь вице-премьер российского правительства сказал, что, пожалуйста, обращайтесь к европейским партнерам, мы вам дадим сколько угодно газа, но нужно же вводить Северной поток-2. Мы же прекрасно помним разговор о том, что если Россия начнет шантажировать, то мы как? Да, это же одно, а, во всяком случае, пока, ну, если быть абсолютно объективными, Россия своих целей добилась. Я думаю, Северный поток-2 не будет вот этой затяжной эпопеи сертификации, то есть она показала последствия, ну, хотите быть с газом, пожалуйста, ускольтесь. И очередной раз, очередной раз мы убедимся, что для наших европейских партнеров цены стоят куда выше ценностей. Так или иначе, но европейцы, собственно, оказались не готовы к такой ситуации, когда падает, уменьшается добыча на норвежских месторождениях, обещание, там, поляки, мы там завалим с лонжей терминалов, тоже оказалось блефом. Ну, собственно, вот в этой ситуации действительно Россия банкует. Андрей Золотарев был сегодня у нас в эфире, мы вот вынуждены его отпускать, и что поделать, что надеемся, что обязательно еще не раз встретимся в этой студии. Андрей, спасибо вам огромное, спасибо большое. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другую партнеру, медицинскому центру призма и нашему спонсору торговой марки Гейтмана. Оставайтесь с нами, это было Укралайф ТВ. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова